Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! В принципе, для чего детям вступать в эту школу? Безусловно, широкий круг у нас конкурсантов от 14 до 30 лет. Что это дает? Это огромнейший опыт. То есть наши занятия будут длиться 7 недель. Вечером они будут в вечернее время. Примерно 3 часа будет длиться, 2 раза в неделю. Что это дает? Это теоретическая база в области законотворчества. Это опыт общения с нашими теоретиками, юристами, представителями законодательного собрания, с депутатами. А также практические занятия направлены на разработку своего законопроекта. А практические занятия что подразумевают? Ребята пишут законопроект. Либо проектную работу, если не вылится, так скажем, идея, проблема в конкретный законопроект, это будет работа конкурсная. Если это будет законопроект, это будет замечательно. Это будет большой бонус для депутатов, в чем плюс не только для ребят. Для ЗАГС собрания это предложение, это новые инициативы молодежи. Молодежный взгляд на ту или иную проблему, который будет прорегулирован именно в рамках законопроекта ЗАГ инициатива. Как думаете, на самом деле наши депутаты будут прислушиваться к молодежи? Или это будет носить все-таки такой характер, чтобы вы посмотрели и отложили в сторонку? Нет, я думаю, безусловно, они в этом заинтересованы, в молодежном взгляде. Также бонусом нашей программы и школы будет в том, что на занятиях будут присутствовать депутаты, которые, в принципе, подтвердили свое участие. Они будут и не только на открытии, и на закрытии нашей школы, но будут принимать активное участие в теоретических и практических занятиях. Также с данными инициативами, законотворческими инициативами, ребята, лучшие инициативы будут представлены на профильных комитетах. И дальше они будут проходить разработку от одного этапа к другому для реализации проекта. То есть можно прямо в органы власти таким образом немного влиться. Все-таки те ребята, которые хотят принять участие, какие-то критерии отбора есть? Каждый может вступить в школу или все-таки необходимо под какие-то рамки попадать? Действительно, почти каждый. Если вы проживаете на территории Красноярского края, если вам от 14 до 30 лет, вам необходимо подать заявку. Заявка состоит из двух моментов. Первое – это заполнение анкеты, очень простой анкеты. Второе – это написание мотивационного письма. Мотивационное письмо себе включает вопрос, почему я должен или должна стать участником данной школы, выбрать проблему и написать конкретные пути проблемы, решение данной проблемы. И заявку нужно отправить до 10 марта. То есть у вас, в принципе, осталось два дня. Но на самом деле это очень легко сделать. Особенно если вы студент, если вы пишете курсовую работу, если вы участвуете в конференциях, проектах, это вам большой бонус. У вас уже, я думаю, есть, у нашей активной молодежи уже есть, я думаю, какие-то наработки и проблемы, которые они видят, так как у нас активная молодежь очень в Красноярском крае. Поэтому это будет большим бонусом. Все участники получат сертификаты нашей школы. Я бы хотела спросить как раз про красноярскую молодежь. Как вы думаете, будет ли пользоваться спросом эта школа молодых парламентарьев? Насколько, на ваш взгляд, наши молодые красноярцы заинтересованы в участии в такой школе? Да, действительно, школа молодого парламентария на самом деле название очень широкое. И даже непонятно, чему и кого там будут учить. На самом деле учить будут каждого, почти каждого, потому что широкий у нас круг аудитории. Но мы будем учить именно закон о творческой деятельности. Потому что, в принципе, наша жизнь урегулирована законами. Любое общественное отношение, мы подлежим, оно проходит в рамках закона. Как написать закон? Это уже такая очень узкая аудитория. То есть пишут у нас законы депутаты, поэтому народ особо... Она, конечно, депутаты-представители народа, но узкая достаточно категория. Да, мы хотим расширить и показать, что и молодежь имеет право написать свой законопроект, конечно, под руководством экспертов, под руководством научных руководителей, спикеров нашей школы, в том числе и депутатов законодательного собрания Красноярского края. Когда школа начнет работать уже? Заявки до 10-го принимаются, а начало работы? Открытие у нас 17-го мая, то есть уже на следующей... Марта, извините. На следующей неделе у нас уже остается официальное открытие в здании законодательного собрания Красноярского края. Ну, дорогие друзья, уникальная возможность. Я думаю, если вы попадаете под категорию 14-30 лет, вы молодой, активный, вы присылаете свои заявки. Куда самое главное присылать заявки? Да, заявки вы присылаете на наш электронный адрес mpkrk24.gmail.com. Также всю информацию вы можете найти на нашей странице ВКонтакте, Молодежный парламент Красноярского края. Ну, вот, заходите в группу, и я думаю, там все ясно, понятно написано. Наталья, я благодарю вас, что пришли к нам этим утром. У нас гостя была Наталья Черняева, руководитель юридической службы Молодежного парламента при законодательном собрании Красноярского края. На этом у меня все. Саша Марина, передаю вам слово и желаю всем еще раз доброго утра. Спасибо.